Сердца, наполненные любовью. В свадебном приглашении Алины и Владислава Аврамчик небольшая сноска с огромным смыслом. Вместо цветов – корм, миски, ошейники, пелёнки, препараты для собак и котов. Сразу после торжества молодая семья отправляется в пристанище для четвероногих с килограммами подарков. «Нашу семейную жизнь мы решили начать с добра, помочь приюту и в дальнейшем мы хотим помогать, довещать, потому что мы очень-очень любим животных». «Поддержал инициативу своей жены. Я считаю, это очень разумное решение, нежели все подарят цветы ей. Решили взамен этому сделать кому-то приятное. Ну и, конечно, большое спасибо гостям, кто поддержал нашу идею, инициативу». В глазах братьев наших меньших безграничное желание быть любимыми. В приюте свыше ста собак, из них больше часть щенки. Всех питомцев волонтёры обрабатывают от блох, клещей, гельминтов. Обязательные пункты прививки от бешенства вирусов. По возможности стерилизация. Помощь необходима постоянно. «Больше всего мы, конечно, нуждаемся в финансах. Даже та же стерилизация прививки, оно всё очень дорого стоит. Корм, естественно, потому что собаки и щенки очень много едят. Например, щенков мы кормим пять-шесть раз в день. Им так положено есть. Поэтому в еде всегда нуждаемся. Также нам всегда нужны пелёнки, газеты, ветошь, миски, ошейники, поводки. То есть, всё-всё-всё, что связано с животными». Копилка добра. Вместо стакана кофе – пожертвование усатым. Для них любая маленькая помощь – это большая поддержка. Выбрать себе верного ласкового друга может любой желающий. Щенков и котят здесь отдают бесплатно. Главное условие – хорошие руки. Благодаря неравнодушным только за полгода около 200 четвероногих обрели хозяев и искреннюю любовь. Питомцы здесь ручные, приучены к лотку и привиты. К день около десяти животных отправляются в новый дом. «Мы в ответе за тех, кого приручили. Истина, которую, казалось бы, должен осознавать человек. Однако домашние любимцы часто со временем превращаются в ненужных уличных скитальцев. Ежегодно по всей стране отлавливают порядка 40 тысяч собак. И в силах каждого сделать так, чтобы улицы городов не пополнялись брошенными животными».